снова здорово господа на связи роман и канал фрисан games мы продолжаем покатушки по грязюшки покинуть гараж на вездеходе сразу же мы с тобой покидаем гараж делаем полный привод подключаем заводим время мы выставляем с тобой день 13 часов и мы находимся на смитвилл скай дамбе 1301 я перевез сюда всю технику продал кое-какие прицепы и у нас с тобой задача первостепенная какая это объехать все вышки позабирать улучшения и возможно поискать технику хорошо поехали в любом случае нам надо выезжать вот сюда 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 и где-то здесь мы по идее должны приехать к вышке заводимся и помчали потихонечку скаут мне этот я не знаю говорил я тебе или нет но мне не понравился если честно беспонтовая шняга не хватает ему сил нему совершенно не подходит коробка не знаю проходимость до за счет резины за счет дифференциала опять же и все легко переворачивается просто на изи раз-два и он перевернулся короче не знаю но не нравится мне эта машина первое впечатление было обманчиво изначально было все классно но покатавшись посмотрев обмозговав я понял что эта машина совершенно не для меня и алексей кстати был прав то что говорит ты его продаж и вернешься обратно на пикап я не буду возвращаться обратно на пикап но тем не менее возможно да невозможно точно он был прав что пикап лучше но возвращаться я на пикап тоже не буду не хочу прыгать туда-сюда опять же у него там улучшение все есть не 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 хорош 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 не буду возвращаться мы тут по идее вообще должны найти уже где-то хаммер вроде как он здесь у нас открывается если я не ошибаюсь соответственно нас вообще никакого смысла нету сейчас возвращаться обратно на пикап по идее хаммер то должен быть поинтереснее пикапа опять же я думал что этот скаут будет интереснее ладно посмотрим вот смотрю он переключать скорости практически останавливается он практически встает на месте при переключении скорости писец давай изучать местность хорошо это я пропущу и у нас сразу же найдено улучшение где вот оно какое не ясно машина я смотрю утерянный прицеп это не то утерянный прицеп это все не то абсолютно все не то это мне меня не интересует вообще ни разу поехали мы тогда прямо сейчас с тобой проедем возьмем улучшение затем вернемся обратно и поедем вот сюда к следующей вышечки теряный прицеп это не для меня это не мое спасибо опять ко мне да опять они они самые опять же кстати приколюхи в том я видишь клаксоны себе поставил какие прикольные гудки и прикол в том то что я когда себе поставил эти гудки я сам того не замечая у меня убралась снялась убрался точнее шноркель у меня его теперь нету я будучи в гараже забыл его опять поставить что даешь на понижайке колесами кручу верчу выехать хочу вебка не тупи ну почти почти давай понижайка минус понятно хорошо что у нас лебедь есть ох вот это болотище вот это мы сейчас с тобой встрянем хорошенько засядем давай мы возьмем немного вот сюда немного левее саму лужу мы не поедем на то есть две причины первое то что шноркель у нас ушел вторая причина то что эта машина несмотря на свою резину это что она вроде как для грязи больше предназначена нежели остальные я сейчас про пикап говорю там не было такой вездеходной резины застревает в принципе и дай боже не хватает силенок и не хватает высоты подвески так едем это скорость переключил это он переключил скорость меня вообще слушай поражает эта машина прикол в том то что он едет на 1 переключает скорость на вторую практически полностью останавливается из места трогается дальше на второй прикинь так понижай к вот все по ходу засели но что это такое а это мы на брюхо упали бесец конечно проходимость у этой машины такое себе да поскорее бы найти кого-нибудь другого скаута этот скаут не попрет дерьмовый скаут на вездеход я кстати еще посмотрел на тот который интернешнл на котором мы сейчас катаемся с тобой если я не ошибаюсь на него движок мощнее поставить нельзя я просто жаловался что у него движка не хватает но по моему на него нет движка сильнее или на вот этот скаут движка сильнее нет блин я не помню забыл по моему на вездеход я думаю мы с тобой проверим либо в этой серии либо следующий так мы едем за улучшением тем временем я просто только сейчас об этом сам вспомнил давай 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 только не застрянь нигде можно было бы кстати на вездеходе поехать мне кажется на нем даже быстрее получилось бы но давай давай попрыгай и перевернись как ты любишь это делать до этом и скорости так хорошо переключаем да на этой машине путешествовать одно наказание все застрял за что ты тут за я дурию с тебя братан что там было даже не понял что там было дерево камень кучка веточка что там было давай 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 на тебе понижайку плюс в гору лучше на понижайке ехать он когда не переключает скоростя то в принципе проблем нет особо есть давай а а ты в 644 показать а так это на этот скаут хорош хорош подожди а если я сейчас виден нырну в гараж то можно в принципе по асфальту поехать до этих вышек давай так и сделаем давай мы сейчас так с тобой и сделаем эвакуация да пожалуйста тюнинг и движок вот он не самый сильный конечно есть у нас посильнее но это тоже пойдет хорошо а теперь давай вездеход сразу проверим тюнинг да видишь на него двигатель нельзя к сожалению мощнее поставить но не хватает ему движка это я тебе точно говорю поехали ух не прет не валит как сказал бы костик едем сюда сюда ну а здесь я думаю что мы по асфальту и как-нибудь там проедем что у меня на руке так ощущение что мошка ползает а что что-то изменилось по моему ничего не изменилось не знаю давай на повышенной поедем ой все стало вообще плохо нет тогда на автомат все-таки до боли страдания будем страдать ничего страшного подожди а куда поворот проехал один единственный поворот на всю карту я умудрился его проехать это ж надо быть таким как я охереть можно было бы конечно через лес но я боюсь что мы перевернемся хотя здесь стоит автономная лебедка он даже на повороте готов перевернуться страшная машина просто убийственно я бы не сел за такую за руль на такой машине бать его прет просто как не в себя а кстати говорили мне что канистры надо снять тогда он типа меньше будет переворачиваться что у него высокий центр тяжести возможно но без канистр путешествовать на нем проблематично здесь два варианта либо постоянно искать азс и ездить на азс потому что расход достаточно приличная всего 72 литра либо таскать собой цистерну но учитывая то как он хорошо заседает в грязи еще и таскать собой цистерну извольте извольте это немножко не мой выбор так азс под заправились ну давай снесем еще нафиг завесочку бесплатным то бензином ты чего дурачок что вышка где-то должна быть справа уже видно по идее где-то в центре озера как туда проехать я пока что не знаю вон она вон а вон там судя по всему по грязю кида я не уверен что мы туда проедем если что очень дико сильно не уверен потому что там нет деревьев лебедица там не за что нам будет куда мы общество бы отправляемся а это утерянный прицеп это не интересно в принципе можно было здесь попробовать но там грязи месить очень-очень много поэтому попробуем здесь в круг а там будем посмотреть да давай перевернись если здесь есть скрытые какие-то улучшения тут и обязательно пиши об этом в комментариях будем их тоже искать потому что на первой карте black river таковые имелись целая одна штука но благо мне по моему дмитрий если я не ошибаюсь подсказал понижалечка давай давай греби греби что такое а дороге нет вот это неожиданность это неожиданность можно было бы вниз спуститься там а вот там был поворот здесь сильно резко вниз так понижайка минус поехали поехали почему бы и нет единственное что не хочется перевернуться а я уже практически это а я это сделал как за что лебедка закреплена ой давайте меня сейчас обратно перевернешь нет билюда подожди а ну ну ну-ну-ну-ну ну ну ну-ну-ну-ну-ну игровь-то не страшно вообще ни разу у нас есть лебедка и в рот компот а что все лебедка не канает больше тени давай слышь или беда ты чё давай за бочину цепанемся о-о-о-о-о-о-о еще лучше если что это не я камера верчу он сам а ну можно и тогда да конечно подожди стой лёлик и болик блядь вышли покататься остановись есть но мы почти спустились кстати серьезно эта машина создана для того чтобы на ней переворачиваться вот я хлебом не корми дай только ей перевернуться я сейчас боюсь даже завестись мне кажется мы сразу же перевернемся давай задним ходом о улучшение нашли не зря ехали слушай а хотя мы бы его и так и так нашли потому что как раз рядом с этой дорогой идет еще вышка скорее всего бы нам это улучшение показала гениально найдено улыб не ну я улучшение то в любом случае заберу стой 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 наносится урон двигателю заводить 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 я так и не понял на что но мы нашли подключаемый полный привод это не может не радовать на что-то мы нашли подключаемый полный привод так есть выехали нет еще не совсем и территория ты 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 не услышал это реально к эта машина перевертыш просто просто прекрати нет 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 Я дурею с этой тачки Я просто с нее дурею Но это не тачка, это кусок параши Надо срочно с нее бежать Я не то чтобы прям знаешь Такой спец по вождению Но не до такой степени Чтобы вот так вот переворачиваться Она невозможная Просто нереальная тачка Это не... Сука Я ведь тебя продам Я тебе серьезно говорю Я тебе продам Хватит крутиться и вертеться Я тебе утоплю нахрен Просто возьму и утоплю Да нормально едем еще А у нас тут двигатель сдох У-у-у-у-у-у-у-у-у-у какое же ты корыто какое же ты корыто тебя даже лебедкой тащить ниху не смотри лебедка еще все таки ой стой подожди стой 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 лебедка еще на твоей а нет не на твоей уже стороне все лебедка тоже тебя посылает нахер двигатель заглох в рот компот у нас считай так движка нету вот так нормально теперь смотри берем вот так вот только чпань и сюда нафиг через крышу сейчас на ноги поставим обратно так теперь за другой бок цепляемся я просто мастеров рода они все же нам время быть серьезными да можно чуть-чуть и паши сгарить где эта вышка вышка я еду к тебе с прострелами жесткими дикими прострелами кохереть так 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 да мы смотри сейчас к вышке выйдем и бать форсаж ой нифига у нас расход то 15 литров кого-то двигатель двух а он под нагрузкой глохнет серьезно не может быть у него нет расшпарит но ничего слушай слушай она как бы едет спотыкаются наедет а все по ходу приехали в горку мы уже не а лёда ну давай тогда так посмотрим в воде быстренько застрянем и придется эвакуироваться я понимаю что я оттягиваю неизбежное но где-то еще увидишь такой беспредел ну давай да не слушай . огонь в прямом смысле этого слова у него просто горит пердак жестко пригорает так это мне чтобы на вышку заехать мне сюда нет это тупик это мне на на дорогу и налево блин а вот можно тебя эвакуировать но не ла не ремонтировать давай я знаю что сделаю я сделаю повышайку а не сможете повышайки просто-напросто тронуться и на превьюшечку вот возьму и отчеты не ты мне давай с прострелами мне нужны просто а я смогу ручник хернуть все хороших хватит тебя ты мне не нравишься дерьмо то они машина так тюнинг чтобы сюда прицепить а у нас здесь в принципе все есть единственное что меня просили декор какой нибудь но у меня особо декора на него нет тройной клаксон могу поставить но зачем о какой бампер ты ты посмотри защита кабины ой вот это прикольно вот это я хочу у меня слабость к выхлопным системам они опустите остаются поехали а подожди дай-ка я вот тебя продам нахер про продать да какой я могу прикупить себе скаут судя по всему только тот который у меня есть да то есть пикап а еще вот этот могу себе прикупить но он 40400 стоит а хотя какая разница у меня 58 500 давай купим почему бы и нет 7500 двигатель подожди а в чем разница шкала мощность массы надежность расхода топлива не меняется вообще тогда я не буду этим заниматься тогда я этим заниматься не буду так вездеходные я могу себе поставить 35 но они в грязи с и а вот грязи есть хорошо давай хватит у меня денег хватит есть лебедка удлиненная автономная 9400 берем модули кузова не не надо шноркель нужен помчали ой тут постоянный полный при ой-ой-ой-ой-ой поперла вообще не едет да не слушай вроде по чуть-чуть да не слушай вообще нормально прет тачанка допустим тогда мы здесь едем сюда и спускаемся направо и по тому же самому маршруту едем помчали да немножко времени потеряли мы с первым скаутом конечно ну что поделать я так и не понял запчасть мы какую нашли куда подключаем и полный привод на fleet star и у нас уже с тобой стоит на international у нас с тобой стоит короче на всех у нас уже полный привод есть то есть на что-то новое что мы еще не нашли то есть на этой карте по идее должна быть новая машина раз есть улучшение для машины а машины нет значит есть машина я так думаю но это не точно скорее всего так она есть но ему подвески кстати вот этому будет жестко подвески не хватать он низкий но выглядит конечно бомбически надо было его перекрасить еще цвет не идет ему и двойной выхлоп вверх поставить как на вездеходе блин жалко что вот задние двери еще тут есть у нас мне кажется второй ряд очень дико портит внешку я бы потюнинговал такую точинку точилку точанку почему бы и нет слушай это скаут которому можно прицеп же прицепить большой наверное или нет и где тут съезд этой дороге а он там подальше есть да вот здесь он типа по идее это не съезд это был оползень но тем не менее но звук у него классный мне нравится звук звук выхлопа не понял а дорога то где еще ниже да вот следы от оползня доброй скачет как не в себе у тебя подвески такой нет чтобы так скакать братан но у него база длинная поэтому не должен так переворачиваться как тот скаут база длинная и центр тяжести у него низко находится судя по внешнему виду так а шноркель шноркель мы поставили да вот здесь кстати шноркель смотри он стоит практически под крышу это я к тому разговору когда мы про вездеход говорили там на вездеходе шноркель стоит очень низко то есть что он есть что его нету практически никакой разницы к жирненький тоскаут здесь проблематично конечно проехать но надо надо братан надо чубаками умудрились зацепиться давай аккуратненько и вниз может двигателем цепануть но не сильно не слушай не задел странно как солнышко красиво по шарам шарашит вот если сделать вот так ну прикольно же мне нравится вообще люблю погодные эффекты в играх особенно когда они красивые они на не так себе так вот здесь вот у нас опасно на самом деле почему потому что нету дерева если что цепляться но я могу всегда подключить понижайку но без понижайки в принципе способен а здесь у нас уже откровенная грязь начинается но у нас полный привод у нас дифференциал у нас чуть-чуть вездеходная резина это я зря наверное так зарылся с разгона но нет слушай потихоньку до выехали нам бы как-то это что за значок а это значок моей машины нам можно попробовать через лес поехать чисто направо тогда мы очень много себе маршрута срежем чтобы не ехать в круг давай поближе вот так сделаем мы его кстати еще салона не смотрели типичный классический американец прикольный типичный я подразумеваю прикольный мне нравится такой стиль ну где-то там дорога уже виднелась вот и дорога ты не дорога давай полный привой автомат включим чтобы побыстрее что такое почему-то не едешь ты на брюхе весь сидишь висишь ты даже дорога да это дорога все едем по красоте вот мы срезали здоровенную петлю книги на сука скаут 800 конечно гонит но такая дрянь хабадзина я не представляю я его знаешь если честно хочу еще разок попробовать но только тогда когда будет максимальная прокачка гараж какой здесь гараж мне кажется его на максимальной прокачки как раз таки можно попробовать но тоже такое вот как бы себе не знаю не уверен скорее намерен на него класть здесь где-то слева должна быть вышка туда к ней дорога уходит прям дико поворачивает прямо к ней дорога блин а здесь такая дорога что непонятно где она заканчивается где начинается где поворачивать ну хорошо долбиться двигателем то но на прекрати а вот этот видимо поворот нет я проехал они от дороги дорог допустим где-то здесь направо должна быть вышечка ну визуально я ее не нам а нет все вижу 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 но слепой хули в четыре глаза же долблюсь как обычно да ну перестань как-то там двигателем то мог зацепиться ну крылом ладно подвеска баки есть найдено улучшение где какое вот оно кстати недалеко это мы спускаемся вниз направо давай я сразу сделаю вот так вот так вот так вот так вот так и сюда а по машине что утерянный прицеп в опа шевроле ска 1500 так у нас же был уже этот пикап зачем мне его опять блин еще одно улучшение а вот и дамба так не смотри мы едем за этим улучшением потом спускаемся обратно и едем с тобой к этой вышке где-нибудь куда-нибудь обнаружила новая задача это хорошо но мы задачи на потом оставим мы выполняем контракты так-то единственное поручение которое мы точно будем делать это очистка дороги ремонт мостов разборка завалов вот такой вот всякое чтобы могли спокойно с тобой передвигаться на любой технике надеюсь получается мы здесь с тобой не использовали только один класс грузовиков почему потому что у меня его собственно говоря просто нету это тяжелый грузовик все остальные мы уже с тобой перепробовали шоссейный был скауты есть вездеходы есть не остается только тяжелый грузовик подожди улучшение куда-то сюда да вот она давай посмотрим на что ты подключаемая джимси мх9 500 что это такое джимси так это же говно по моему шоссейный грузовик который самый первый серьезно обидно как видно так я день перематываю отлично я бы не сказал что не видно ничего на самом деле это видно прекрасно но просто согласись что так лучше если есть такая возможность почему бы ей не воспользоваться на видео всяко-разно так приятнее смотреть нежели когда сумерки дети пожалуйста длинная база это и хорошо и плохо одновременно так здесь у нас дерьмо по ходу начинается да а ну и заканчивается сразу же отлично походу я эту машину тоже сегодня приговорю при том что я ничего не делал я просто еду просто еду по дороге едем сюда сюда ну а дальше тупо через лес визуально там еще осмотримся чтобы вышка не была на какой-нибудь скале бешеной не стояла и если что то попилим через лес где она а да не она как бы на холме но не сказать что скала я думаю мы заедем на этот холм без проблем если что будем лебедиться мы так просто не сдаемся ты же знаешь мы бешеные отважные лютые ой вот это я выбрал но только я блять мог сюда поставить точку смотри единственная овраг при том без деревьев и я сюда умудрился поставить точку гениально это просто гениально почему я такой лоха не представляю писос не везет мне в игре повезет в любви уже повезло на самом деле давай 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 да ну едь то ёп чё ж тебя туда то тянет так допустим допустим мы справимся я тебе серьезно говорю справимся мы где вышка ты не вышка а где вышка я за этими деревьями что ли где она ну да давай разбейся полностью вот она ебой изучаем окрестности смотрим сразу же бортовая это понятно сервисный прицеп интернешнл транстар 4070 а что за интернешнл транстар 4070 а что у нас не было а у нас не было такого серьезно ведь не было какой-то какой-то интересный на оптимуса прайма похож поехали достанем по крайней мере попробовать мы точно с тобой обязаны 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 невезучий рыбак ой это про меня это по-любому про меня бать обрыв конечно так здесь аккуратно естественно так помчали налево аккуратно за что а через дерево не ну слушай скаут достаточно таки неплох по крайней мере после того что у нас был это прямо вообще находка Алексей как обычно спасибо за добрый совет здесь я сейчас разобьюсь нет не разбился но я скорость кстати сбавил чтобы он днищем не цепанул точнее поддоном двигателя не цепанул поддоном картера или как правильно это обозвать назвать пока что все неплохо выглядит и дорога неплохо выглядит но мы еще не доехали до болот дэм дэм это наверное имеется ввиду дамба или дэм в смысле чёрт блять говно оооо а вот и болото пошли а вот и пошли в болото фига он лупит ой 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 так подожди понижай-ка блин тут от столба до столбу вон он стоит я не уверен что мы к нему проберемся на вездеходе да с другой стороны возможно да ехать вдоль леса чтобы рядом с деревьями у меня реально других вариантов нету у него подвеска сильно низкая колесики маленькие блин это откровенное болото как физика воды все таки прикольно сделано а если что я колесами кручу верчу вправо влево он так лучше пробирается так ну мы выехали допустим допустим давай взглянем посмотрим на ситуёвина мы можем по лесу попробовать проехать как-нибудь допустим где-нибудь вот так 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 от балды натыкаю а потом рвануть напрямую сюда здесь и уже непосредственно к нему слушай а значок так то ведь стоит тяжелого грузовика неужели это наш первый тяжелый грузовик было бы неплохо на него взглянуть и прокатиться сразу же на нем а так подожди нам надо как-то вот здесь проехать между деревьями справа отражение в зеркалах даже здесь работает прикинь обалдеть вот это конечно разработчик запарился респект и уважуха респект и уважуха так ну что я походу доехал туда где мы должны в болото спускаться нет еще не доехал это мы не на понижайке едем это просто чисто на автомат а все теперь мы должны в болото лезть ну тогда сразу на понижайке поедем лучше по чуть-чуть но уверенно чем быстро и недалеко что не похож на тяжелый грузовик это реально какой-то оптимус прайм но мы пока гребем гребем в сторону деревьев лягушки квакают шикарно музыка прикольная приятная по крайней мере не раздражающая хотя она и повторяется и лягушки квакают идеально да по карте здесь была земля не сказать конечно что здесь прямо таки земля но и не откровенное болото скажу я тебе друг есть есть пересесть у сука но он сдохший же так это у нас что непонятно что это честно говоря ну давай мы в магазин зайдем шоссейный грузовой тяжелый а это не тяжелый получается а это форд блин это шоссейный полного привода нет дифференциала нет вездеходной шины можно поставить допустим ну не знаю пацаны ну не знаю я бы сделал на самом деле вот так вот ну честно ну зачем мне этот шоссейный я никакого смысла не вижу если уже брать шоссейный то тогда вот форд он реально похож на оптимуса ой давай возвращаемся обратно тогда к нашему к нашему тебе будем как-то выезжать из этого говна в сторону следующей вышки тем более что у нас осталась она далеко не одна да далеко не одна осталась у нас эта вышка нам бы сюда как-то выбраться сколько время 42 минуты блин ну еще есть минуты к десять ой бензин заканчивается давай братан выезжаемся а какой автомат понижайка забыл с автомата на понижайку переключиться и поплатился так есть 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 блин ну между деревьев конечно и рядом с деревьями это разные вещи так вот это землей попахивает прям сидишь и чувствуешь землей воняет мне бы как-нибудь на нее и на автомат можно по идее выехать если не глубоко и вовремя переключаться на понижайку то можно и на автомате чуть-чуть проскочить а вот и дорога уже кстати да вот уже и дорога достаточно быстро и неплохо мы с тобой не справились еще нет еще не справились здесь все не так радужно и хорошо как казалось на первый на первый взгляд так я думаю что нам вообще так то и по идее надо бы налево налево дать руля я надеюсь что это правильный выбор мы засели мы уже засели так вы ехали при том это с понижайкой просто остановились колеса видимо успели за это время провалиться и все пиши пропало вот видишь сейчас они не сильно вязнут но если мы остановимся мне кажется они провалятся еще сильнее тогда опять будет писос ой 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 по траве поеду там где есть трава торчит трава из воды значит там не так глубоко по идее это по моей такой логике бешеной Так, здесь мы пока на автомате едем, а здесь мы попрем вдоль деревьев. На понижайке. Успели на понижайку переключиться, прежде чем провалились глубоко и надолго. Здесь надо как-то успеть проехать. А там дальше в гору, да, чесать? Ну ладно. Надеюсь, что мы выбрали правильное направление к нашей вышке. Давай-давай, влево-вправо, влево-право. Сейчас пойдем. Мне, знаешь, создается такое впечатление у меня, что машины по диагонали в грязи едут лучше. Не знаю почему. Может из-за того, что непротоптанная, непроваленная грязь. Не знаю. Вот ощущение, что, слушай, реально по диагонали они прут лучше. Гениально. Давай разъебемся. Добьем еще. А, у нас бензин может закончиться. Здесь вряд ли, конечно, заправка есть. Там, где они нужны, их нет. Там, где они нахрен не нужны, рядом с гаражом, допустим, они, естественно, есть. Притом в количестве двух штук, если не ошибаюсь. Давай до вышки хотя бы доедем, а там уже... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Это интересное испытание. Знаешь, такой даже вид спорта есть. Я не помню, в какой стране. Не, ну, по-моему, тоже в Америке или в Австралии, где на таких бешеных баги, специально переделанных, в гору забираются с разгона. Переворачиваются, естественно, каждый второй, если не каждый, в принципе. Ну, посмотреть это весело. Ну, куда, куда, куда тебя несёт? А ну, попёрли. Ты, конечно, не бешеный, переделанный баги. Но, тем не менее. Давай, братан, я в тебя верю. давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай давай хорошо хорошо выехали нашли прицеп кстати так нам хуй пойми по какой дороге ехать но я думаю что нам надо прямо туда ну чтобы круг просто не пилить слева мы с тобой здесь проедем ой баки покраснели это значит бензин вообще все плохо да хотел сказать они беда мы возьмем скаут прицепим цистерну приедем и заправим не возьмем мы скаут это и есть наш скаут хотя я могу купить пикап опять же таки мне ничего не мешает это сделать деньги у меня есть впервые в жизни в игре хотя бы в игре у меня есть деньги может по асфальту то нам хватит этого бензина если бы мы могли отключить полный привод то расход бензина был бы меньше но здесь не отключаем и полный привод так может улучшение сюда и было что можно типа отключать или подключать полный привод зависимости от нужд что-то я не допер сразу 20 литров слушай мне кажется мы не доедем самую малость это будет обидно но что поделать если не доедем то будем эвакуироваться и тогда уже будем заезжать следующей серии с другой стороны у нас любом случае еще три вышки даже если мы эту берем у нас остается еще две и мы остаемся без бенз без бензина то есть нам и так и так придется на нем эвакуироваться как это ты двигателем не ударился братан ты чего исправляйся немедленно семнадцать литров семнадцать литров осталось давай 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 я в тебя верю блять ну вообще же ровная поверхность была ну где-то умудрился подвеской и колесами шандарахнуться кстати шкала колеса вообще не меняется подвески до шкала колеса нет как тогда мы узнаем когда прокол наступит он мы почти приехали нам вот сюда направо да вон вышка так давай мы день включим и помчали главное сейчас в грязи долго не ковыряться здесь воды нету поэтому я думал мы на автомате быстренько проскочим опять же у нас автономная лебедка я к тому то что мы можем близко-близко подъехать к вышке а потом если чё прилебедиться к ней сначала к одному дереву потом ко второму потом к третьему и как человек-паук да не мы доедем мы уже считай доехали о да так найдено улучшение я вижу улучшение раз я вижу улучшение новое два переход на остров это нам не надо магазин прицепов это нам не интересно того у нас что остается на следующую серию раз два три четыре улучшения как минимум одну машину которая у нас уже была но надо продать заработать денег две вышки вот начинаем мы с тобой откуда начинаем мы с тобой из гаража потому что потому что здесь у нас бензина увы увы и ах давай по тюнингу посмотрим нет это все таки не на него была подключаемая неподключаемая подвеска это все таки не на него зикой ой восьмой уровень да дети возьму восьмой уровень ты чего серийная лебедка моя продам серийную лебедку какой черт она мне нужна кузова модуль пикап вариант кузовов как и смысл это не интересно для ремонта нет я просто не уверен что для ремонта там будет у нас что у нас будет у нас будет бензин так маячок неинтересно тоже нет тоже нет прожектор что за прожектор а то на кухер вот вот это кстати шляпа противотуманки на крыше офигенно ночью кататься у сука понятно ой дисков как много хорош прям затюнется можно до безобразия да ладно давай красный там где-то были такие бешеные бомбически естественно тем более на халяву почему бы и нет так покрас хотя нельзя что ли покрутить нет ага тут же вроде как красно-черно-белый должен быть мне вот этот если честно нравится ну все следующий раз мы с тобой начнем уже непосредственно вот отсюда поэтому если интересненько то обязательно подписывайся ставь лайки жду тебя в комментариях большое спасибо что посмотрел с тобой был роман и канал фрисан games